МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вопросы отопления в домах и социальных учреждениях обсудили на еженедельном совещании главы округа Андрея Иванова. О запуске отопления в Звенигороде в формате прямого включения доложил директор Звенигородских инженерных сетей Александр Евсеев. С 7 сентября нами уже было подключено порядка 50% объектов социального назначения. К 13 сентября 100% объектов социального назначения были подключены по отоплению. На квартирные дома спускались поэтапно. И к 15 сентября 100% злого фонда, подключенного к МПСИСу, были уже с отоплением. Также на совещании обсудили проблему прошлого года. Множественное обращение жителей о том, что дома перетапливают и в квартирах очень жарко. У нас в основном идет ситуация, связанная с тем, что в каких-то квартирах в доме жарко, а в каких-то квартирах холодно. Когда мы начинаем понижать температуру для тех, кто жалуется на жару, у нас в этом же доме начинают возникать жалобы от жителей, которые жалуются на холод, что у них в квартире холодно. Михаил Каратаев отметил, что в таких случаях проблема решается установкой в квартирах радиаторов с регуляторами тепла. Контроль по вопросам отопления может любой желающий осуществить на онлайн-портале карты ресурсообеспечения МКД, а также по телефонам диспетчерских ЕДДС, Одинцовской теплосети, своей управляющей компанией, через управление ЖКХ и по телефону горячей линии Московской области. Полина Толмачева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.